Ну что, ты долго будешь работать? Здравствуйте! Сосед! Я всё. Всё? Гастур закончился. На сегодня всё? Ну, хорошо. Главный консультант. Покажи консультанта. Поздоровайтесь с подписчиками. Куда цветы будем сажать? А цветов немало. Как? А вон сколько в ящиках. Каких? Клубни. А, клубни. Так я сюда не буду, наверное, сажать вдоль теплицы. Вообще, мне так нравятся хризантемы, вот эти жёлтые, что я видел. Иду с работы, прям любуюсь. Прям хочется мне на улице плясать, сделать. Вот, я не знаю. Потихоньку, как вот? Такие красивые. Розы, вот роза, они, да, по-своему красивые. А так идёшь, осенние цветы, там хризантемы белые, жёлтые. Сентябринка там. Да, такие. Там можно начать вот разделывать, возделывать. Наташа как, она по чуть-чуть начинала. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Не, я не хочу много, мне совсем маленький участок нужен. Я виноград хочу срезать, с него толку в этом году вообще не было. Хочу убрать. Вот это окно надо помыть. А я хоть думала, оно снутри, вот этот цемент, он снутри, слышишь что ли? Я думала, снаружи оно снутри, надо это как-то подвесить к нему. Что надо орехи проредить? У меня сегодня весь день был на коленках. Пролазил. Вот эти цепи не упали, видишь? Они упали, отсюда вросли. Кольный пустил. Да? Ага, видишь? У тебя тоже красивые цветы. Вот, видишь? Ага. Это помидоры, а там помидор растёт, видишь? А, всё равно толку не будет с помидорами. Нет, не будет. Я не знаю, с огурцами что делать в теплице. А, тепликуют. Они болеют. Это калачик. Называем. А, калачики. А, у вас тоже чуваши растут. Да, у нас тоже растут. Они, вот эти семена, мы их едим. Ну, мы тоже едим. Да? Да. Чего оставить? Я всё равно буду удалять. Да? Да. Вот эта роза белая, шампань, она высокая, она засохла. Да, я вижу, что пропала. Её тоже надо отсюда удалить. А вот эта, смотри, какую длину выросла. Ага. Надо наблюдать, когда морозы будут, надо будет нарезать букетище. Вот эти цветочки потрогала, пахнут теперь. Угу. Ну, ещё и убирает. Усилизный такой огромный стол. Угу. Я думал, раствор этот никогда сегодня не закончится. Всего-навсего два корыта замешал. Второе корыто было бесконечным. А где дверь лучше поставить? Работать не даёшь. Хорошо, когда помощники растут у нас? Да. Тогда они уже начнут кашу варить, меня кашей кормить. Да, Тая? Да, да. Та, Тая и так он как-то намесит. Тая, надо было курточку другую одеть, это же в садик. А там сейчас умеется отойти, мама. Сегодня был 21 градус нас днём. Да. Да. Здорово. Всё как и мимо меня прошло. Мимо тебя. А мимо меня тоже. Да, опять выханул. Я в этом сидел. Так, папа, виноград не мешает мне так вообще? Почему он у нас на змеи? Я не знаю, с него видишь, толку не было вообще. В прошлом году было с него, ведра два. Да, угрозоны чем-то. Ты не видишь, что он этот, больной? Сосед говорит спилить его, чтобы он новые побеги пустил. Говорит, спили его прямо под корень, чтобы он новые побеги выпустил. Говорит, он иногда так делает. Да? Угу. Всё, убрать его можно? Можно убрать. Попробовать спилить? Ещё один можно. Или совсем убрать его? Не знаю. Может, пока попробовать спилить? Ещё один можно. С Почему? Алексей Кузьмицов Не трогай всякий мусор, Тая. Какой месяц, ну посмотри, глянь. В России, Кузнодавский рай, Павловский район, станица Атаманская, улица Пушкина, дом 82. Можно? Да. Хорошо катаешься, Тая? Дожились по ночам, играем, гуляем, ходим. Я еду. Я еду. Ха-ха-ха. 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 Я еду. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай, Тая, Саня, я тебе помогу. Хороший арбуз ты вчера это. Да? Угу. Попробовал? Нет еще, но видно, что он красивый. Розовый? Хочется, чтобы он был красный. Так он сорт такой. Угу. Ну что, вкусно? Арбузы уже скоро зима. Там еще остались? Да, еще три. Мама. Это мой тетрадь. Моя тетрадь. Мама. Она и сало, а там и купает. И я и просла. У нас все так быстро съедается. Я боюсь, что когда-нибудь стану, а там будет сто. Девяносто один килограмм. Это то, что осталось от арбузика. А что осталось от хачапури, показать, к сожалению, невозможно. Друзья, продолжаем читать послание в Рим, пятнадцатая глава. Пав шестой текст. Нам сильным следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было сказано в Писании. Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня. Да и все, прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы согласны, как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Такие вот слова. То есть, надо помогать ближнему и угождать не себе, а тоже ближнему. Такие вот слова интересные. Спасибо, друзья, что вы с нами. Всем пока. Продолжение следует.